Приветствую. Добрый день. Ну вот, теперь вижу, все нормально. У меня был, я менял установку всю вот эту радио системы, и весь скайп менял, все менял. Из этого у меня не было с тобой той связи. Та связь ранечная пропала. И я запрашивал опять контактные данные вот на Барнаул, и ответа не было. А вот как это получилось, что вот я тебя поздравил, что ты прибыл благополучно в Барнаул опять, пришло на твой компьютер, а вот сейчас я начал опять к тебе сообщение отправлять, а она уходит и потеряет ком. А я не знаю, там мне помогал Никита, я вообще не касаюсь. Ну, Никита помогал, потому что ты просто выходил по своим именем из чужого компьютера, и вот это у тебя, ну как... За 4 месяца, за 4 месяца, у меня не было ни одной встречи по скайпу, там очень много денег надо, ни одной. Ну, и я тебе и туда и не звонил, ничего не подал. Нет, мне многие звонили, звонили, но... А я знаю, я знаю, но я ролики-то вижу, по скайпу у тебя не было ни одного, ни одной встречи. А вот на следующей неделе появятся те, которые уже сейчас произошли. Ну, я знаю, я знаю. Потому что я закачиваю, я не закачиваю сам, мне в другом месте делают, я только замки снимаю. Ясно, ты включился в работу полностью. Полностью. Вот я за 3 дня, мы привезли оттуда за лето у нас 780 роликов. И я их все перенес на Мейл.ру. Я посчитал, посмотрел, 12 тысяч операций произвел за 3 дня. Да. У меня рука не имела. 12 тысяч, вообрази. Столько раз, надо было точно нажать, куда и переключать. И все перенес на мой мир. Я знаю, ты труженик упорный, но и все, так что все сгибает, поэтому ничего. Я просто хотел, думаю, по телефону не буду звонить, раз ты противник телефона этого сотворного. Да. Я звонил Володе вот сегодня, два раза звонил, что мне отвечает. Да Володя-то уехал сегодня, я не знаю точно куда, на Умова какое-то. У нас тут сестра одна, она одинокая. И он поехал помогать. А эти дни строил дачу там с глухонимым Андреем, нашей сестре тоже, верующей прихожанке. Он каждый день берет инструмент и уезжает. Ясно. А мне надо тоже, вот, помощь, ну, нужно что-то как-то, капусту заготовить, чтобы можно было насолить. Вот баран 6, как я обычно солил. И картошки надо. Тебя сколько капусты-то надо? Ну, вот я все время, каждый год, покупаю в магазине, там, ну, килограмм двадцать, наверное, что ли, покупаю. Ну, так это на машине надо съездить куда-то? На себе не утащишь? Конечно, на машине привозил. На машине привозил. Вот, в прошлый год мне даже этот Сергей, он даже арбузы привез мне из Майчана, из магазина. Я купил таких вот здоровых, очень здоровых. Вот, как у вас потеряете, там раза в три больше. Ну, и позвонил ему, он приехал. Мы с ним загрузили с тачки, я уже вывез на улицу, тачку полную. Загрузили и привезли сюда, он мне помог с тачком, на лоджию. И я все, вновь, умеял эти все арбузы. Там 6 штук, здоровых-здоровых было. А вот капусту я тоже привозил, тоже на такси привозил. Если Сергей таксует, так можно с ним. Ну, позвони ему. Я не знаю, как он. Он все там где-то ездит на соревнования с собаками. Но он был здесь в воскресенье. Ну, он здесь, в Барнауле, да? В Барнауле в воскресенье он был, это точно. Ну, а может, уехал обратно куда-то? Не знаю. Я не звоню никому. Ни одного звонка не делаю. У меня такое положение, что я ходить. Вот я, допустим, выйду сейчас, на трамвай сел. Ну, прямо из моего подъезда, трамвай, рядом. Я дохожу нормально. На трамвай сел, поехал до Кучаева. До Кучаева на конце трамвай останавливается. Конечно, у него там тупик. Я там выхожу, и нужно идти на пожар. Пожар там. В общем, дальше. До базара я дохожу, по базару надо походить, а потом, значит, что-то взять и тащить. Тащить я не могу. Я два раза за лето попадал в больницу из-за того, что один раз купил помидор на базаре. Я там пока ходил, пока выпрал, вот тебе сетки, значит, взял. Ну, там, ну, немного это там. Ну, килограмм, может быть, 15. Вот, и я в обеих руках и, значит, оттащил. Тащил, а потом такси вызвал. Не могу идти. Такси вызвал, приехал на такси. Потом давай там, в общем, варить. Я варил с этими помидорами. Вот. Потом думал я купить, значит, вот эту морозилку. Небольшую такую, для того, для ягод, для заморозив. Ну, там я оформил заказ, это купил, оформил вывозку, 800 рублей отдал. Они мне привезли эту морозилку без проблем. Теперь я, значит, эту морозилку я заполнил ягодами. Таскал по-немногому. Ну, что там, они, ведерка вот такая, 5-литровая ягод, там, 900 рублей, или тысячу даже. Я эти ягоды покупал, все. Покупал, на базаре все. Навозил полную эту морозилку ягод, запас. На все зиму. Вот. А потом думал, разморачивать их как. И, значит, купил микроволновку. Приехал в тот магазин, где покупал, значит, морозилку и купил микроволновку. Микроволновка весит 9 килограмм. Ну, с упаковки, может, 10. Я думаю, ну, что, донесут и трамвай. Ну, там трамвай рядом. Они меня обмотали, я обнял ее и, значит, трамвай донес. Трамвай поехал, потом, говорит, я в гараж. Все, там был дождь, после дождя поток был. И не ходили трамваи. Мне с трамвая пришлось пересесть на кролейку. То есть я там опять ее тащил. Потом здесь на троллейбусе приехал. И через дорогу, вот сюда буквально я иду. Ну, не могу идти. В одной руке, в другой я ее тащу. Ну, 10 килограмм я не могу тащить. Я притащил на завтра в больницу. У меня аритмия, аритмия и захлебывается сердце. Мне таскать, доктор сказал, поднимать рукой, кроме ложки и стакана, ничего нельзя. Да, вот что я делаю. А стакан пустой или налито что-то в него из бутылки? Да что-то там налито. Да что налито. Ну, может, кисель. Вот я сейчас борю кисель. Я правильно, нет? Вспоминаю. Вроде бы вы были там с гиревик, такой сильный гири поднимали. Поднимал. Я очень был хорошо. Я спортом этими гирями жонглировал даже. Двухпудовую мизинцев поднимал. И даже две вот стоят на полу. Я их брал, две снизу. Ну, ты видел в Москве. Я тут гирю, у меня одна была. Ну, две зачем? Одна была, я мизинцев поднимал спокойно. А сейчас гантели вот купил еще лет пять назад. Сперва вроде что-то и делал, а сейчас они лежат у меня. Хорошие, красивые гантели, дорогие. Тысячи пять, наверное, эти гантели стоят. Вот, что я делаю. И в чьи-то, где-то, наоборот, что я делаю. Ничего не могу. Вот, что я делаю. Академик Углов считался самым старейшим хирургом, который работал после ста лет в мире. И вот ему уже сто два года. И он лежа лежал и гантели поднимал. Обычно святые молитвы считают Иисусову. А он говорил, записывайте все, как со мной будет. Он был против пьянства, ужасно. И у него там последователи есть такие. Я потом опустил руки, говорит, все, не могу. Вот так один пришел, говорит, не могу, изболелся. Говорит, ну, отче наш-то можешь считать? Ну, считай. Ну, и считай пока, отче наш, больше не могу. Потом пришел, говорит, не могу. Ну, тогда Иисусову молитву считай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Еще один раз посетил его, говорит, не могу считать. Он говорит, говори только, Господи, помилуй. Наконец не могу, говорит, ну, все, пора, собирайся. Это мне понятно все. Я просто не могу уже спортом этим заниматься. Потом бурно проведенное жить и прочее. Все здоровья было много. Но я его исправил по-хрански. В общем, все пренебрежно относился ко всему. Я знаю, что прекрасно. Я вспоминаю сейчас все, что я делал очень плохо и все прочее. Мне отбежаться на родителей нельзя. Это и на Бога тоже. То, что здоровьем Бог не обидел, все было нормально. Но я его исправил по пустую. Это я все прекрасно понимаю. Очень делаю. Ну, а сейчас я что должен делать, Аллаферно? Вот я рис, думаю, сейчас не буду есть хлеба. Я не знаю, есть или нет в интернете. Вот Жайн, Поль Рихтер, писатель такой был. У него интересно, сон в новогоднюю ночь. И вот он стоит, старик, не может, кроме ложки и стакана, поднять ничего, в окно смотрит и вспоминает свою юность. Где он был, какие балы были, сколько жен у него было. Все вспоминает и видит, как люди там на Новый год, он в окно видит со своего этажа и думает, и я мог бы по-другому прожить. Что я наделал со своей жизнью? И горько заплакал. Господи, прости меня, промотал я свою жизнь. Но, говорит, очнулся, оказалось, что это только сон был. А он еще молодой. Он понял этот звонок от Бога, чтобы он пересмотрел себя, отвергся себя, взял крест и следовал за Господом. Это мне, я прочитал у Виссариона Григорьевича Белинского. Я тебе могу рассказать, я не читал, я про себя могу рассказать, какой у меня сон был и как он меня напугал. Вот здесь, в этой квартире, в Парнаулевоше. Мне снится сон. Я стою ночью, просыпаюсь, стою ночью. Пошел в туалет. Перешагнул, вот, порог. Тут порога-то у меня нет, ну, двери. Вот они, исполненные. Там, коридоры уже. Только я перешагнул вот этот порог, черту, и оказался в психиатрической больнице. И я начал метаться, ну, я же бывал, я же когда работал в психиатрии-то, водителем я работал, но с врачами-то ходил, я это видел, это знаю. Вот. И я, значит, смотрю, да, в больнице-то, в Москве где-то, и я по ней, никого нету, никого не вижу, я по коридору, я ищу выход. На окнах решетки, значит, я знаю, что решетки не сломать, везде все решетки. И я вот там метался. И вот такое было у меня переживание, такое, думаю, сейчас, если мне не выйти отсюда, не сбежать, то меня не выпустят, если врач попадутся, эти санитары. Двое, они по двое ходят, скрутят сразу, и все. И из больницы не выйти, это я прекрасно знаю, если попадешь туда, не выйти больше. И я думаю, ну как же мне, как это мне. И я вот это ходил, ходил, в общем, не знаю, как, я чувствуется опять. Прошел, то есть, я прошелся. То есть, вот я метался, метался по больнице, и такое возбуждение у меня было. И, значит, я от этого, наверное, проснулся. Проснулся, смотрю, я лежу на койке. Вот она моя квартира, вот мы, все. Я проснулся, я хоть ущипнул себя, я, значит, все. Я сел, сижу. А потом думаю, так я же, и боюсь встать, думая, я сейчас перешагну опять эту черту, и окажусь опять там. Я боялся. Это Сираха, 41-я голова, так описывает, что человек во сне видит, бежит с поля брани, и проснется, когда ничего нету, не может надевиться. А я вот во сне вижу, что, все время почти, что я беседую с ректорами университетов, где преподавал, а преподаю только в одном или в двух. Я с другими все договариваюсь, народ собрался, а я за одновременно в пяти университетах занятия-то вел. И это во сне у меня все так и идет, как будто бы я не сплю. Я однажды разговариваю вот так вот, я говорю, да вот же написано, вот так вот руку поднял, а сплю на спине и проснулся, гляжу, у меня рука поднята кверху, и я вот так вот показываю. Вот что, наверное, с чем живешь, так и есть. Потом сказали, тут сколько людей, говорят, собралось много, у вас во дворе-то, сегодня вы свободны, ну, побеседуйте, вот у нас здесь живу. Я выгнал, заходят две девицы, хорошие такие, славно одеты, нормально, одни зашли, давай меня обнимать. Мы через ваш интернет обратились к Богу, сколько людей привели, выйдите поговорить, это во сне все. Ну, какой сон-то, это настоящая жизнь. Вот, наверное, к лучшему живет, то и есть. Один помещик к Ольгу Толстому и говорит, Лев Николаевич, я вижу все, сон, говорит, ты страшен такой. Вот во сне, как у фантаста Беляева, «Ноздря Айтона» там написано, воздух с мира весь закачивает, и ветер такой тянет в одно место, дальше гляжу, два холма, и меня прям туда затягивает. И когда я ближе-то оказался, что эта женщина лежит, это у ней то, и меня в промежность затягивает. А Лев Толстой говорит, вот это я верю. Это вся та же смерть. Ну, вот еще один сон. Смотри. Это 74-й год в Барна-Моле. Когда я вообще не в Баптийской обратился, он бросил сигареты, то есть папиросы, тогда еще беломор был, ни одной папиросы больше не закурил, вина ни одного стакана не опрокинул, и за счет начал вести обратно жизнь нормального. И уже жил, когда я у Марии Григорьевны, помнишь, да, вот у нее, когда уже у меня жена выкнула из своего дома. И я там сплю, там маленькая, где Андреич спал, там маленькая комната, там кровать, и я там сплю, а она там в большой комнате, там все у нее там, помещение-то большое было. И я там сплю, и вижу сон, еду я на такси, я сработал на такси-то раньше, вот, ну и детки идут по тротуару, я, значит, это самое, они садятся, она ко мне рядом, да, я, значит, руку на нее, и здесь прочее, и раз меня, и удар такой, так я же сейчас стал верующим, мне нельзя этого, всего прочего. И я проснулся, я проснулся с этой койки на холодный пол, на колени встал, давай молиться, помолился, и лег опять и уснул. А вы относительно психиатрии можете сейчас зарядить в интернет из мастера Маргариты Михаила Булгакова, когда Валан беседует с Иваном Безродным, а вы случайно не знаете, что это психиатрия, а он дает ему, ты психиатрия, ты и кончишь жизнь свою. Я видел, посмотри, как он беседует, это вообще удивительно. Я читал книгу и видел раз и два этот фильм Маргариты, мастера Маргариты. Очень интересно, и так получить на Булгаков это все, это очень, очень хорошо это все покарено. но книги интереснее, конечно, да, толково. У меня было однажды, я во сне вижу, меня женили, и она датчанка из Дании, и какие там дома у них, все точно такое же. Я говорю, а как, откуда она взялась, и кто меня женил-то, чтобы я ее к Богу обратил-то. И когда поехали через Данию, в Дании мы были-то, Павловка-то у нас в Швеции произошла. Я увидел все ролики. О, я увидел тогда эти дома, и подумал, вот меня Бог и женил. Да, вот он теперь меня и сосватал здесь. Теперь с датчанами беседуем. Русская там библиотекарша, ваши книги, говорят, сразу отдаем в королевскую библиотеку. Я думаю, вот он меня и женил. Это все мы засняли. Это тоже было как бы пророчески. Один сон постоянно повторялся раньше, сейчас я его не вижу. Корабль идет, и я на корабле, и едем по Енисею, я арестован, и меня везут на север. Идем по Енисею. и на север меня везут. Во сне. И при том, сон повторялся неоднократно. Это удивительно, вот это СМИ, это удивительно. Помнишь, отец Дмитрий, тут кот, он говорил так, если сон ведет к покаянию, значит, это от Бога, а сольные все нет. Нет, не так определяется. Иоанн Косян говорит так, сон трех видов. Человеческой заботы, от Бога, и от дьявола. От Бога только один. Какой? Если ты во сне видел крест, крест распятия, на сто процентов, это от Бога. Или к покаянию ведет. это к покаянию. И ты не пытайся толковать, говорит, а найди духовного человека, и чтобы это не выходило за строки священного писания, как Серафим Саровский говорит, чтобы ум плавал в Евангелии. Вот тогда будет видно. Крест, я всегда спрашиваю, видел или не видел? Видела крест. Ну, тогда все. И тут понятно будет. С отцом Дмитрием мы беседы-то были, и там же было много людей, это собиралось. Ну, и некоторые же говорят, что вот ты сон видел, или там видел, что-то приснилось. И это вот он говорил, что если сон ведет к покаянию, значит, от Бога. Вот сон от Бога, когда, я тебе только что рассказал, в 74-м году, я еду на такси, девка садится, я на нее руку, и меня раз и ударило, я проснулся, я встал на колени. Вот что, вот это правильно. То есть, вот тогда укрепление такое было, что я просто, не знаю, как это было все. А сейчас я хочу добиться этого, не могу. Вообще ничего не могу. Да. Вот что я делал. Грехи мои не оставляют меня. Вот что я делал. Борюсь, борюсь. Вот что я говорю, надо бороться. Я борюсь. Вот мне приходят и говорят, вот у него такое-то отношение к жизни, к работе. Вот я гляжу там, я говорю, этого у верующего не может быть. Ну почему? Верующего написано, дьявол не прикасается, лукаво не прикасается к нему. Ты одержал победу, ты и на бытие получил, иная жизнь. У тебя все другое. Василий Великий говорит. Игнатий, это сектанское утверждение. Василий Великий говорит, это не сектанское. Василий Великий говорит. Я полностью не согласен. Василий Великий говорит, это Ян Богослов говорит. У тебя желания другие будут. Другие. Насчет того, что кто говорит, надо, вот если одного святого отца вспоминаешь, кто говорит, и вспомни другого, кто по этому случаю, как говорили. Суждений много. Суждений две струи. Вот так все получается. Так что святые отцы говорили, бывает, я одно говорил, потом пожил, пожил. А как же Ян Богослов в Библии говорит. Лукавый, говорит, не прикасается к нему. Он родился свыше, получил инобытие. У него желания другие совершенно. И когда человек говорит, а меня вот это, то, другое мучает, дальше начинаешь говорить. И у него и к труду, к людям отношение мирское. Он не плащет, не страдает от греха. Потянуло курить. Он все бросил, упал, и заголовно схватился. Куда меня тянет сатана? Да как я могу думать об этом? Не то, что курить. Или выпивка. Как это так? Ты верующий запился, споткнулся из запоя. Тогда, скажи, как судить будешь ты меня, допустим, да? Я согласен, что дьявол не прикасается. Дьявол потерял силу на человека. Это согласен я. И это написано так. И действительно так. Дьявол нам ничего не может сделать. Это в Евангелии так написано. Но, но, это тогда верно, когда мы, опускаясь, упали, и встаем и молимся, и просим у Бога прощения. И Господь, будучи верен, прощает нам. Вот тогда, значит, дьявол бежит от нас, когда мы молимся и просим прощения. А вот то, чтобы не сделать это еще раз, опять упал, упал, поднимись, святые так говорили, да? Упал, еще раз упал, поднимись. А поднять может только молитва, обращение к Господу Богу. «Господи Иисусе Христе Сыне Боже, помилуй для креста». Я вот так и вот так. Я поклинаю себя за те же дела, что я опять возвращаюсь к этому, возвращаюсь. Возвращаюсь. Но я потом опять корю себя, я молюсь и прошу Господи, укрепи, помоги мне вот это все. И я какое-то время, я опять вообще ничего. Ну, хожу нормально. А потом вот опять случай какой-то, он всегда приходит в этот случай. И мысль такая, да ладно, что-то, или просто машинально вот взял, и все, и взял, и делаю. Вот в чем дело-то. Первое послание Иоанна, пятая глава, восемнадцатый стих. Мы знаем, мы знаем, то есть хорошо это знаешь, что всякий рожденный от Бога не грешит. Речь идет, было ли это рождение. Дальше. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Это истины, которые сегодня вообще и священники не знают. Он отпускает грехи. Феофан Затворник говорит, ты благословляешь, а Бог говорит, а я не благословляюсь. Что будет на небе утверждено? Что? То, что священник рукавами широкими машет, или Бог? Как так? Вот мне пишет один, мы с товарищем, мы оба верующие православные, но опять гулянка была, и оба в блуд впали. Через неделю, значит, идем, причащаемся. Священник говорит, счастье исповедуйтесь. Опять впали в блуд. Опять причащаемся, идем. Когда за блуд, он должен семь лет за дверями стоять. Каноны. Это везде в мире такое. Вот сейчас пишут, сегодня только просчитал, ну, недалеко, Новокузнецкий, кажется, приходит домой, а у него котенок оправляется на диване. Он говорит, да что это, туалет, мой диван и ботинки, все время, говорит, мокрые-то. Он взял котенка, несколько раз, а пол брякнул. Видимо, печь топится. Он схватил ее, в печь бросил. Котенка. Обыкновенного котенка. Дети нажаловались на отца и два года дали исправительных работ. Это вообще ужас какой-то. Ужас, что он делал, но и то, что с ним сделали, еще хуже. Человека убьют. Может быть, пять лет дадут, да и раньше выйдет, а это котенка. Она кошка, шесть котят приносит, семь. И вот, а мог он поступить так? Не мог. Знаем, мы знаем. Значит, сегодня этого не знают. Всякий, то есть, любой рожденный от Бога не грешит. Вопрос, родился свыше или нет, у тебя все другое будет. Отношение к труду, к деньгам, к минутам жизни, к пище, одежде, все иное. Но рожденный от Бога хранит себя. Он понимает, это храм Божий. А какой храм? Там пивнушка давным-давно. Там трактир какой-то затоптанный. И лукавый, не прикасается к нему. А как не прикасается? У меня лагерь. И вот ребятишки, это хоть маленькие-то, а уже на девчонок смотрят. Здесь привели одного, а он в школу еще не ходит. Ну и подходит к иконам, когда уходить, к Евангелию, к иконам. А он дома спрашивает, баба, а зачем мы иконы целуем? Надо девочек целовать. Да школьник. Ну и что спрашивать? Надо девочек целовать. Ты от них как от огня беги. Целовать. Ты знаешь, что Писание говорит о женщине? Не знаешь? Я тебя открою, если с женщиной ты не знаком. Вот смотри. Внимательно. Ты мне, что ли, говоришь? Мальчику. Сераев 42.14. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, женщина, которая стыдит до поношения. Злой мужчина лучше. Дальше. Экклесиаста 7.26. А у него было тысячу. Трисажон 700 на ложность. Наверное, разбирался. И говорит, и нашел я, что горше смерти женщина. Потому что она сеть. И сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее. А грешник уловлен будет ею. Ну, Соломон разбирался в женщинах. Ослабели эти сети женские? Они на меня не действуют больше. Понял, нет? Это ты вот тому мальчику, который потеряет... Ролик сегодня я видел. 16 лет-то парню. Ты его... Он хотел там жрец-то уже, это самое, потеряешь. Вот это ему как раз подходит. Мне уже это не нужно. Я в этом уже тверд. Конечно. Какой пожар, когда, говорят, шланги без воды? Вот именно. Я хочу к тому тебя вернуть, что вот это верующий, значит, от Бога рожденный не крешит. Это в Евангелии так написано. С этим нельзя спорить. С этим нельзя, потому что это Евангелие. Но святые отцы говорят, что Евангелие, она для таких вот людей, как ты, который боится страха. Вот это палки и прочее. Все вот написано вот так и все прочее. А как же другие? Писание говорит, рожденный от Бога. Главный-то корень. Он родился, прежде всего у него нету. Но если ты... Есть рождение, допустим, ты вот сколько хочешь, ты говори, я свое рождение, допустим, я прекрасно помню, знаю, и все. И я не грешил какое-то время, там, это вот первая любовь, это вот то, что нельзя было. Просто вот такого вот, вообще, ни много слова, никакого. я тебе рассказывал, что в бане, в бане, там это, сел на полок, а там, тошка-то горячая, нагрелась, да, а я сел с жопой-то своей. Не вычем, машинально у меня вылетело это слово. О, вот и все. А потом, господи, что это такое, вот и все. Вот чем дело. Ну, а уже вот, когда я сознательно вижу, что я беру эту бутылку, уже в магазине, я уже понятно, все, уже сознательно я это несу домой и на стол ставлю, и закуску готовлю, сознательно. Вот тут вопрос, а почему-то даже здесь не могу. А вот почему? Рожденный, хранит себя, написано, хранит, не разрушает. Да, все понятно. Хранит. Я в библиотеке краевой был, и мне нужны были такие редкие записи, как речь Ленина, Сталина, Жукова. Я материал о масонстве составлял, и надо было разбавлять, то есть очень хороший материал был, качественный. Ну, я разговариваю с ней, в библиотекарше познакомился, ей там кое-что так принес, и она говорит, а я говорю, ну, я говорю, знаете, неверующие все матерятся они. Ой, нет, у меня Гоша, Георгий, он не ругается. Я говорю, а кем он работает? Ну, он там заместителем, начальник, еще такое, и девочка стоит. Я говорю, а сколько живете? Это 20 лет, а девочке лет 15. Я никогда от него не слышал. Ну, я говорю, не слышал, не означает, что не матерился. А вот он явился, Гоша, представительный, высокий такой, вот. Стали говорить, Гоша, она сразу сходу на него, ты же никогда не ругаешься? Нет, не ругаюсь. Я говорю, а я могу спросить вас? Скажите, а у вас дача есть? Да, а кто строил? Ну, я сам старался, как уж мог, говорит. Ну, а было так, что промахнулся и по пальцам, ну, голый-то, говорит, сел на горячий, а тебе горячий молоток-то. Вы заругаетесь? Припомнил, да, так. Я говорю, еще, вот такой-то матерок вылетел? Да. А как вы знаете, да, это человеку свойственно. Я говорю, а дальше, когда товарищи ваши рассказывают похабные анекдоты про женщин, вы участвуете, рассказываете, конечно. А она опять, Гоша, да как? Я говорю, вы 20 лет живете, я 20 минут не стою и уже знаю его. Это естественно для человека мирского, естественно. Почему? Любить мир, то он нет любви очень. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вражда, я не враждую, а дружу с миром, так это одно и то же, знак равенства. Якова, скажи, а конкретно тогда уже ты лично, ты не грешишь? За всю жизнь я не сказал ни одного матерка. Ни одного. Так она ни одного не выпил. Ни одного, но обожди. Ну, как уверовал, не пил. Я узнал о Боге, а по Евангелию, в 23 года. Я знаю, я это все в твою биографию прекрасно знаю. Слышно, что значит слово «Гриша». Каждый день у меня память выщибает, вот это, путаются линии. Хочу сказать, каждый день читаем молитвослов, вечерние молитвы, да, утренние, и там молитва чья? Ну, и о Нике, бывает, Василия Великого. Так, это, подожди, Николи же сотвори благое пред тобой. Умирал уже старец, просиявшее лицо, братья пришла, и тут это все, он там, вот, вообще все, ну, осветленный человек, но его жизнь, конечно, уже на заре. И он, братья, подожди, вот это все, вот это такая молитва, значит, что у него одни количества твори благое пред тобой. Очень глубокие слова. Глубокие. Возьмите канун Андрея Криска, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я говорю, а вы считали 50-й Псалом? Но, почему Давид говорит, такие слова, избави меня от крови, кровь пролил, отнял, кого, жену отнял, Версавию-то, да и самого убил из охраны его, это особый человек был полковник, по-нашему сказать. Да. А говорю, а Андрей Криски почему это такой канун написал? Потому что он подписал, игумены сидят, архимандриты, никто не знает, что подписал. Он подписал, что? Анафему Шестому Сиренскому Собору. Но, когда дошло до него, он ужаснулся, что я наделал-то. Подпись дезавуировал и написал этот канун, как 50-й Псалом после грехопадения, смертных двух грехов, царь и пророк Давид. Но этот канун, я его возвысил на вторую ступень благодарения, 205 событий библейских, а потом третья ступень славословия. Канун-то не оконченный. И прошло 1200 лет, и никто к нему не прикоснулся. Вы слепые, не видите этого. Николи же. А апостол Павел как говорит? Это Бог дает. И поэтому не своей силой говорит, впрочем, не я, но благодать Божия со мной. Благодать. Благодать. Благодать рожденному дает не грешить. Ну, допустим, Иоанн Кроштадский. Вот он пишет дневник. Это уже его рукой написано. Сегодня дьякон накодил так много, задымил митру, а у меня 18 митр. Куда мне столько-то? Я огневался на него, но я помолился, и Бог простил меня. Женщина пришла причащаться, и ребенка не может унять. Я огневался, но помолился, и Бог простил меня. Вот ты приводишь это, и я тебе тоже об этом хотел сказать, что верующий человек, естественно, мы не должны никак вести себя в поведении в миру и прочее, но мы живем в миру и в этом всем и прочее. Я понимаю, меня совесть, она судит все время. Что я неправильно скажу или сделал, я сразу вижу, что не так, но зачем было так, говорить или что-то, чего-то. Ну зачем опять вот это вот про вот что я тебе сейчас скажу, ты опять возьми в толк. Вот я говорил, обижался на Шене, лет 6 назад он мне молоко возил, я потом вот смирился, мирился, мирился, потом думаю, да какие спор, я не стал у него молоко брать, перешел к Игорю. Молоко было заделанное. Я перешел к Игорю, вроде ничего, потом туда-сюда, но потом опять с молоком с этим, с Игорем, все, опять, и вся деревня, ого, ого, ого. Вот сейчас мне Татьяна привез, ездила на своей машине, ты знаешь, она въездила к сестре, значит, потеряевку, и оттуда, значит, мне Алектина позвонила, говорит, Миша, там это, значит, Лиза, значит, приготовила вот эту закуску, да, я говорю, так везите, я вам все куплю, все заплачу, сколько скажешь. Она, ну вот, там это, они тебе привезут, там 10 паночек, ну, тысяч, там, да, я говорю, ну ладно, там все, тысячу, все. Они мне привозят, приходят, Татьяна идет впереди, здесь держит мешок этот белый, с картошкой, ну, Татьяна в руке, одной рукой тащит мешок с картошкой, ну, значит, за это все. Там ведра полтора картошки, просто там, в общем, это она тащит, а Люда, значит, коробку упакованную, и там же банки они мне выставили, 10 банок, я тысячу отдаю, они говорят, да вот картошку, я говорю, ну сколько за картошку? Они говорят, за картошку Татьяна, говорят, ничего не надо, в общем, тут не кружу сюда. Ну, там маленько, там, собственно говоря, ну, ветра полтора, может быть, там, в общем, немного. Ну, они уехали, а потом я картошку, в мешок, ты залез, там такие вот картошки здоровые, хорошие, потеряешь. И я это сразу, взял телефон, набрал, и Алептини звоню. Я говорю, может, они пока, эта Люда не уехала, отдай ей 200 рублей, хотя за картошку, которую они мне еще привезли, а то я не дал денег-то, а вот догонять-то уже все. Ну, она вроде что, ладно, гуляем, потом мы с тобой встретимся, я тебе отдам 200 рублей за эту картошку. Ну, все, дальше что получается? Вот как хочешь, рассудья. Там-то сверху картошек 10 было, почти, 10 картошек. Остальное я их съел, а потом смотрю, там мелочь. Ну, я и больше не стал есть, а у меня было, покупал я на базаре, ведерко небольшое, отрезок, в холодильнике, она хорошая, картошка такая вот, ну, в общем, здоровая. Я ее доел, а потом опять вернулся к этому, значит, вчера, к мешку. Он у меня стоит в лоджии, мороза еще нет, все. Я, значит, мешок принес, и давай разбирать ее. Разбираю, разбираю. Так зеленые, я в кастрюлю, значит, помыл, а туда вообще, видать, зеленые. Сейчас принесу. Да не надо, не ходи, время не трать. Не надо, я не верю, не надо, не ходи, а то я сейчас уйду. Вот. У меня времени лишнего нет. Остальные, значит, смотрю, там еще попалась одна большая, она гнилая, потом еще там, они разрубленные, значит, лопатой, они тоже. И остальные вот такие, как горох, зеленые, и вся картошка зеленая. Это зачем? Надо было из потеряевки везти вот такой горох и зеленый. Значит, его скотина не может есть зеленую картошку, а я, ну, он же складывал этот мешок и привез мне. Вот я сказал, и вот он ролик, если ты выставишь, опять они увидят, ты скажешь, во, опять, то я вот взорваться могу. Ну, просто вот тебе сказал, но я уже больше никому не буду говорить. Ну, вот почему так получается? А когда ты начал говорить про картошку, про что, я думаю, ну, где же он сейчас недовольство выскажет-то? Где этот капризный мужичонка, старикашка-то, где он сейчас? Молоком недоволен, сливками недоволен, капустой недоволен. Вот почему так получается? Скажи, а я доволен. Вот мы копали нынче, которая картошка большая, мы ее отдельно отбираем, отдельно. И это, я спрашиваю, кому здесь нужна? Бесплатно даем разницу, заметь. А которая мелкая, там вот в ноготок, зеленая какая, мы ее всю привозим и всю зиму варим. Вот разница наша. И я благодарю каждый день, она мелкая, и мы ее сварим, обчистим, потом с толчком и толчонку едим. Понимаешь, какая разница-то? А теперь, которая совсем маленькая, мы ее прям с кожурой едим. Понимаешь, разница какая? Вот разница, я благодарю за мелкенькую, 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 прям вот за мизинчик вот такой ноготок. Мы все собираем, а которая большая, хорошая, мы стараемся кому-то отдать. Я еще сейчас скажу, вы не умеете картошку выращивать. Да. Оно у вас зеленое. Я выращивал картошку, вот, пойду еще, пойду, с матерью копали, и все, огород лопатой копали, и садели, и все. Процесс. Пропалывать тяпкой и окучивать. Когда окучивает и пропалывает, никогда не будет зеленой картошки, никогда у нас не было зеленой картошки. твой огород, который ты показываешь, потеряешь, и у тебя вот таким бурленом зарос, и ты ищешь две куски картошки, и потом вдолбишь лопатой, вы ни разу не пололи, не окучивали картошку. Вот что? Два раза пололи и окучивали, но были дожди, дожди, и вот больше не заходили. Значит, нужно еще было, надо было еще. Окучивали, я говорю, окучивали. Чуть надо еще. Ты там не был, говоришь, не окучивали, а я там, и знаешь, что окучивали, а ты говоришь, нет, не окучивали. Значит, мало. Мало или не мало, окучивали. Да до этого еще пололи. До этого пололи. Трава растет очень быстро. Травы такой, где валялся. Да. Никита там эту траву мял. Да, так косил, Володя убирал. Мы не умеем правильно пользоваться, но картошки нам хватает. Ну, я зеленый, ну, тогда, значит, я такой противный, я зеленую картошку есть не хочу. Нет, картошку зеленую есть и не надо, если она зеленая внутрь идет. А эта, которая наверху осталась, солнцем запекло, но она не портится и самая годная для посадки. Это не... Я тебе хотел принести опять, показать. Она у меня полна. Не надо. Я верю, что попадает такой. Вот такой горох, надо было из потеряевки везти такую картошку. Да, и мы везем каждый год и каждый год едимая. Вот такая вот маленькая. Сами себе берем это, она хорошая. Грех на мне, грех на мне, тогда ли что хочешь, но в общем, я такой, что я не приемлю. В ней больше витамина, послушай. Обычно еще короткие дают картошки. Витаминов больше. Вот мы едим ранетку. Ранетка маленькая ягодка, но в ней больше витамина, чем в таком яблоке. Согласен. Больше. Поверхность, которая с воздухом, она шире, если взять по весу, допустим, 100 грамм. Там два яблока, а здесь 250. Согласен. Ранетка дикая. А главный слой-то, слой-то верхний слой. Ценный-то, а не середина. Ранетка дикая, и она, там никакого нету пестицидов этих, да? И она вкусная. Я сегодня только доел. Я два ведра покупал ранеток, и я съел ранеток, два ведра. Яблоки мне не надо. Я знаю, что яблоко там не знало что. А ранетка вот такая вот. Отлично, хорошая. Я сегодня доел. Пять штук у меня еще было ранеток таких. Написано, Христово, Павел говорит, 1-й Фестернекисом 5-18, говорит, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия, рожденный свыше знает волю, а нерожденный он капризничает, там бьет, разбивает, а ты что-то не по-твоему, ты понимаешь, это искушение. Допустим, человек в церкви стоит, в храме, а его обокрали. Реакция какая? Да хоть не ходи сюда, одно ворье собирается, жулики, я пришел. Вот дьявола ты и хотел добиться. Это я пойму, это я пойму. Но если я, говорит, поблагодарю, и скажу, Господи, ты меня испытал, знаешь, примета, как милостыню, дьявол, как ужаленный, отскочит, он боится благодарности. И тебе мелкая, мне, когда здесь картошки не было, мне давай, привозили мелкую, я безмерно рад и благодарен. Каждый день с благодарностью, Господи, что ты мне дал, сколько всего хорошего. Понимаешь, надо довольствоваться тем, что есть, за все благодарите. И благодарите непрестанно. Воля Божия тогда в нас, врожденных свыше. У меня нет ни одного предмета, на который я бы роптал. У меня ничего нету. Это все такое, тут прям страшно смотреть. Но для меня это как раз. Игнатий, я понимаю прекрасно. Я, ты знаешь, я нахожусь на первой ступеньке. Вот только отошел от того, принял все и нахожусь на первой ступеньке. и я на вышли, на вторую. Я уже трудно для меня. Я читал в Москве еще когда батюшка мне давал, по-моему, Иван Лесецкий, книгу. Я ее начал читать. Первую часть я читаю. Отлично, я согласен, все хорошо. Так и надо. Вторая часть. тут я стал уже думать, так это ж надо вот так, надо это, и себя, вот так, и так, и как натружать себя. Когда третья часть, это заоблачно. Так вот, я нахожусь на первой ступеньке, а ты на третьей. И что ты меня равняешь с собой? Я просто рассказываю, что ты не веришь, что я благодарю за все. я понимаю, лучше остаться не обиженным, если высказывать вот это все. Да если украсть, да фух, ты мой, да это все, прийти как милость на нем. Это на третьей ступеньке надо находиться. Кто, сколько людей, посмотри. А вот смотри, у нас в Нище жил один там был, Калиников Виталий, пришлось расстаться с ним. Но он приехал домой и говорит, теперь я вижу, все было как раз для меня. Вот, вы я увидел, говорит, какая у вас радость от труда. Любой труд я делаю, у меня улыбка с леса не сходит, особенно когда пещи делать. Саша, там дым, а я легко. Он не смог. Как люди тепло им будут здесь. Он с тобой не смог? Он с тобой не смог. что житель сельского хозяйства, он говорит, вкушает с радостью, пыль гумна нюхает. Его еще нет, а он уже вкушает пыль. Понятно. Ну ты знаешь, вернемся к тому, 74-76 год. Я понял, что за тобой идти, когда ты мне же очень хорошо все это говорил, я все прекрасно помню, сейчас повторять уже не буду, но факт, что я думаю, да зачем мне это сильно много, вообще-то вот всего-то такого-то прочего, все, да нет, Мария Григорьевна, ой, Мишенька, да что ты еще молодой, это такой, да это все, да и женись, вот, ну, я и давай, хотел, спирали, хотел жениться, а потом думаю, а что, действительно, правда, женюсь, да и все, в Москве познакомился, думаю, женюсь, да и уеду, и все, чтобы эта жена тут не намешала мне. один человек превозмогает, идет и прочее, бросает все, вот ты бросил все, там прочее, все ты оставил, у тебя такой характер, ты, то есть вот, ну, так у тебя, ты смог вот это все, ты женился, ты же говорил, Надежда, это у меня жена, для того, чтобы приходили сестры, там прочее, все, молодежь, вот и все, я же знаю твою, всю личную жизнь, вот, у тебя так, а я так не мог, вот и все, ну, просто ты, ну, хоть как ты меня, вот, только уж печку эту не заталкиваешь, так, ну, давай, заканчивай этот разговор, так, хорошо, спаси Христово, сейчас что нуждаешься-то, капуста? капусту нужно, вот, заготовить, в общем, это самое, привезти сюда, и буду ждать, тогда уже, Алептина там придет, с кем она там, нашинкует, так, ты заранее себя настроен на то, что капуста, которую выращивают китайцы, она пестицидами наполнена вся, я знаю, отрава, я брал в магазине, вроде она вот такая, вот, ну, вижу, какие должны быть белки, в общем, я брал такую капусту, ну, ее засолили, она была очень хорошая, в прошлый год, отличную капусту, засолили морковь, в общем, капуста, морковка нужна, и это запаски, теперь картошку нужно, ну, и шлевку, и морковь, в общем, это вот, ну, то есть, нужно, чтобы сам, сам, сам ходил, выбирал, и заранее настройся, сам выбирал, не выращивал, за какую-то бумажку, дали мне, я буду доволен, господи, дай мне, будь доволен, заранее настройся, никогда, никогда не будь недовольным, благочестивым, и довольным написано быть, благочестивым. Великое приобретение, апостол Павел сказал, быть благочестивым, да, это великое приобретение, поэтому, когда смотрят, меня называют самым счастливым человеком, и не кто-то, я говорю, пришел, три генерала сидят, и глава города, а мы о вас говорили, более счастливого не знаем, почему я говорю, потому что вы делаете, что вам нравится, вы все время довольны, вот как. Еще раз, немножко, покажу, что ты вот так живешь, и твоя семья, родители твои в таком же жили, духе, да, мне достаточно того, когда ты провел по всему гнезду свою в этом доме, теперь Павла, когда я посмотрел этот дом, вместе с вами, прошел вот это по всему дому, и посмотрел, я увидел что-то, там нет ничего, чтобы было куплено, вот, ну, ну, кроме шифера, может быть, шифера и стекла, ну, может, провода, ну, может, ручка на двери, двери все свои, сам делал, стены все сам делал, потолки все сам, все, все, обпечка все, абсолютно все сам, вот этот дом, это, этот ролик, кто увидит и посмотрит, когда ты показывал этой сестре, которая приезжала, хотела поселиться, потеряете, я думаю, но, я теперь увидел дом Павла, где он жил, и как там было жить, и теперь, какой Никита довольный, этот дом задержал, я просто вообще, не знаю, и хочешь ты там выйти, стоило им сделать, келье, и ты все это сделаешь, я знаю, вы сколько эти травы там вырвали, сколько все, то я спонтаю, двоею, ну, я просто удивляюсь, глядя на эти, твои труды, и Володя Толбе, и князь это, и вверх, и руками, и рукавей все порвали, пальцы только держат еще, это можно удивляться, но не всякие на это способны, все, ладно, давай разговаривайся, панигейки, будешь мне петь тут, ну так, желаю наилучших благ, теперь созваниваться с Сергеем, и договариваться на какой день, и лишнего не поднимай, раз не положено, не надо, слушай врачей, врачей слушай, что говорят, два раза попал в больницу, нынче, летом я два раза, был в больнице, ты же знаешь, летом, какие были нападки, на лагерь, и суд был, суд был, и суд, ввиду отсутствия состава преступления, прикрыл, все, я видел, 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 все это, я понял, все, да, ну все, давай прощаться, так, ну так это самое, как, вот, картошку-то, ну ведро, картошки-то, как? Как, пойдешь на базар и купишь, никак, но угодить никто не сможет, у нас картошка совсем не для вас, она белая, белая, я не жду угождения, мне нужно помочь, вот чем дело, вот поможет, Володя, Володя поедет, договорись с Сергеем, и на машине, и сам, только сам выбирай, чтобы не роптать, я хочу вот так, вот допустим, вот сейчас, ну, я сегодня звонил, я думал, он может быть приедет, так съездить на базар, я куплю, вот это картошка, два ведра, покупаем, давай в мешок, или что там, или пакеты, и понесли, свеклу, вот эту, вот это, вот это, и что-то вот купили, и я, дойти я могу до базара, и пройти по базару, а вот тащит все, мы же так делаем, да, вот один год, у нас обслуга была, большой коллектив, мы вырастили, в город привезли, 1400 ведер картошки, вообрази, и сразу же договорились на склад, где сдали, чтобы, ну, кто работал, купили, что-то себе, я на вашу картошку, и не хочу рассчитывать ничего, как они там, вы там, и добываете ее, так что, мне это все уже, я только ли единственное, что могу заплатить, не бесплатно, допустим, взять, заплатить вам, отдать деньги, за то, что это вы можете, если бы вы могли дать, наша картошка для вас не подойдет, она просто вызовет у вас, ну и все, осуждение, я покажу, у нас мелкенькую мы едим, вот с этого готов, все, самая большая, если вы зеленую едите, вот эту мелкую, она не зеленая, она хорошая, зеленую мы выбрасываем, отдали свиньям, а зачем мне привезли, ну я не знаю, бывает попадает где-то, все, одна к одной, ну не знаю я, у нас этого нету, зеленую оставляем на посадку, или отдаем там Андрею Устинову, ты вот сейчас мне не веришь, опять, вот ты сейчас мне не веришь, я верю, и вот ролики в этом опять увидят, скажут, смотри, я верю в это, но я говорю, мы когда отбираем, отдаем Андрею Устинову свиньям, или как, я не прошу до субботы, Володя придет, я ему ткну носом, вот, мы не могли привезти, у нас машина перегружена была, ну сколько там, 750 килограммов, мы не привезли картошку даже, до конца своего, тыквы, тыквы набрали много, и две трети я сразу отдал Андрею для их свиней, а большие-то только одну тыкву, а у меня 17 там их, 4 мешка гороха для голубей взял, и ничего не привезли, все бросили. Я пенсию получаю 20 тысяч, мне на еду хватит абсолютно, я могу все покупать, я еще летом с пенсии купил вот эту морозилку, с пенсии купил, с пенсии купил эту микроволновку, в общем все, с пенсии покупаю, у меня тех денег уже нет, а это только... у вас пенсия в 3 раза с лишним больше моей, у меня пенсия бомжа, и я доволен, я даже не хожу, в другой раз сколько получаю, знаю, потому что ты не работал, ты не работал, вот и все, вот я работал, мне не давали, не давали на стройке работать, я на стройке не работал, еще раз говорю, они меня не давали, только внецая охрана при милиции, начальник, после освобождения, венц, майор Евгений, 18 предприятий со мной обошел, и нигде не приняли, в одном месте приняли, а после обеда в окно со второго этажа, трудовую мою выбросили, уходи отсюда, это мой путь, я тебе говорил, как я устраивался на работу в Барновой, когда верующим стал, но я не сидел, я на велосипеде, разъезжал и делал печи, ты халтурил, колымил, да, ну а как жить-то надо, и сейчас вы все там в деревне колымите, а мы в деревне все бесплатно делаем, в деревне все бесплатно делаем, не платите налогов, вот в чем делаем, а за что, а какая пенсия тогда у вас будет, никакой? нет, а за что, за что я платил, какая пенсия будет у Володи, никакой, у Никифи, никакой, будет пенсия какая-нибудь все равно, ну какая-нибудь, вот как твоя, пять тысяч или шесть, а у меня двадцать тысяч, а у меня двадцать тысяч и не хватает, я к чему сказал это, двадцать и не хватает, а у меня хватает и все время остается еще накормить, и расходовать можно хоть сколько, вот сейчас я побыл, шесть тысяч, у меня сразу один месяц, я пенсию отдаю Володе, второй месяц, пенсию отдаю Никите, поехал Виталий, третий месяц, отдаю Виталию, то есть за все месяца пенсию я получаю, и четвертый мне, за четыре месяца у меня шесть тысяч, а остальные помесячно, я отдал ребятам, которые работают, у них пенсии-то нет, меня в чем упрекать, я со всеми поделился поровну, ну сейчас Никита на заработку, на заработку, но вот сейчас он пасет, целый день если пропасет, двести, сколько кажется, пятьсот рублей, пятьсот рублей, бутылка молока, ну так сейчас он на заработку, на заработку, но сейчас он да, тысячи дней пять тысяч, ну он мне каждый день, до обеда пасет, до обеда только, он днями-то не пасет, два дня надо, так он там у тебя не останется, на жеме, в том-то приводит, не знаю, не знаю, если я говорю, нужна будет работа, Игорь в барабашу, по обработке зерна, ты помоги, он бы если разбирался в технике, ему бы цены не было, ну и пусть он поработает, пока хоть так, Володя пищит, ну я ему сказал, ты сам смотри, ну все, с Богом, ну с Богом, все хорошо, ну когда придет Володя, тогда позвонит, я чтобы издал, ну да, я вечером скажу ему, и тогда мы встретимся, поедем на базар, и там, и все, наберешь все надо, и все, все, хорошо, ладно, на том, все с Богом, слава тебе, Бог, так, я абсолютно, так, повесил,